Всем привет! Давно не виделись. Я знаю точно, что среди моих подписчиков есть такие же, как я, кто периодически уходит в книги и много читает. Вот незадача. Где же их брать? Если мы идем в книжный магазин, то бумажный вариант может стоить до полутора-двух тысяч рублей, а книжку можно в целом осилить за пару вечеров. Если мы ищем электронный вариант, то из-за блокировок и прочего, а в интернете интересную книгу сложно найти. Что делать? Сейчас я расскажу, как я собрал целую библиотеку интересных книг на Литрес бесплатно и отвечу на вопрос, почему я выбрал именно Литрес. Да, я знаю, что это выглядит как реклама, но это нифига не реклама. Мне по-прежнему нечего есть. Нам понадобится либо смартфон, неважно на андроиде или iOS, либо компьютер. Далее, либо в App Store, либо в Google Play скачиваем приложение paper.ru. Если вы вдруг не знаете, что это такое, то это некий агрегатор, где люди, найденные в интернете, скидки интересной акции выставляют на общее обозрение. Здесь реально можно выцепить по низкой цене то, что вам нужно. Либо попасть под какие-то интересные акции, чем мы с вами и воспользуемся. После того, как вы зайдете на Paper, кстати, хочу отметить, что необязательно регистрироваться. То есть первые несколько месяцев в этом приложении я просто сидел и смотрел, что происходит. Особенно читал комментарии, которые здесь пишут. Это прям реально. Если хотите поднять себе настроение, заходите в Paper, в любой пост и читайте комментарии. И потом уже авторизовался, потому что открываются удобные функции, типа добавить в закладки или что-то типа того. Заболтался. Вводим в поиски Litres. Я сейчас спалил историю запросов свою. И видим такую вещь. Litres. Промокоды за неделю с 16 декабря по 22. Промокоды с 9 по 15. Если вы опытный пользователь интернетом, то в принципе для вас не составит труда полазить здесь и найти эти промокоды. Если вы неопытный пользователь в интернете, то внимательно смотрите выкладки промокодов за неделю. Раньше выкладывали намного удобнее. То есть делали отдельный пост, где сразу можно было наблюдать от кого, какой промокод, количество книг, что вообще дают. Сейчас приходится через костыли перебирать. Забегая вперед, я уже вам рассказал, что будет происходить. В общем, например, самый свежий пост. Заходим в него и видим несколько промокодов, где написано, что на этот раз всего по одной книге. Тем не менее, например, берем Woman. Ага, не берем, не копируется. Запоминаем, зафиксировали у себя в голове. Идем дальше. Опять же, не важно, у вас Android, iOS, либо вы это делаете через компьютер. Заходим на Litres. Приложение называется «Читай». Нашел. Заходим. Здесь уже важно авторизоваться. Спалил книгу, которую я читаю. Заходим в профиль. Здесь авторизовывайтесь. Заходим «Акции и бонусы». Вот вы видите то, что я уже тут наактивировал. Вот вы видите мою библиотеку книг. Если интересно, можете поставить на паузу и внимательно посмотреть название книг, авторов и так далее. Это все получено бесплатно через промокоды на Пеппере. Их тут дофига. Безусловно, по промокодам могут давать, откровенно говоря, хрень. Но ничего страшного, не кусается, будет и будет. Либо там, где подписывают сразу, что за книга дается, уже решайте сами, надо оно вам или нет. При вас. Сейчас будем активировать промик. Активация промокода. Не туда я зашел. Пишем. Я тут за кадром разобрался в небольших изменениях, которые произошли на Литрес. После того, как вы вводите промокод, видите, что он уже использовался. Хотя никаких уведомлений почему-то не было. Обычно показывают, что вам дали какую-то книгу. Либо предоставляется выбор из определенного перечня книг. Там 1, 2, 3. Выбираете, просто добавляете к себе. Здесь же мы активировали промокод. Не нужно пугаться, что никаких уведомлений нет. Возвращаемся, заходим в акции и бонусы. Листаем в самый низ. И видим, что у нас здесь последнего активировалось. Я здесь несколько уже промокодов попробовал, пока запись остановил. Например, подарок на Новый год от Сбербанка. Только что активировал. Вот мне предоставляется выбор. Например... Не хочу сейчас думать. Давайте любую книгу заберем. Например, математика для взрослых. Рейтинг отзыва. Стэн Ли. Вот, давайте заберем. И сразу пошла загрузка этой книги. То есть, все. Она добавлена ко мне в библиотеку. Вы можете делать абсолютно то же самое. Внимательно нужно проверять промокоды. Периодически они на пеппере повторяются. Модераторы не успевают уследить за абсолютно всеми вещами, которые там выкладываются. И вообще, в целом, там можно найти дофига всего интересного. У меня к вам встречный вопрос. Как вы читаете книги? Вы все же предпочитаете бумажный вариант или электронный? Через электронную читалку или на телефоне, на планшете? Может быть, вы слушаете только аудиокниги в дороге куда-то, потому что у вас не хватает времени, чтобы почитать? Обязательно поделитесь этим в комментариях. Это касается не только моих подписчиков, а вообще, в принципе, всех, кто попал на этот видос. Также можете написать что-нибудь неприятное, как вы это любите. Также не забывайте подписываться, сохранять к себе этот ролик, делиться с близкими и друзьями. Может быть, кто-то еще не знает, что такое пеппер и не знает, где брать на халяву книжки, которые можно было бы почитать. Кстати, еще один момент. Вот все ругают Литрес. Прежде чем пользоваться этим приложением, я всегда читал книжки через какой-нибудь FB-ридер или Moonreader, потому что там было очень много настроек, приятный интерфейс, глаза меньше болели и прочее. Соответственно, мне приходилось искать варианты, где скачать книгу в формате FB2 или еще в каком-нибудь, чтобы телефон мой смог открыть. От многих людей я слышал, что приложение Литрес крайне неудобное. Сама читалка. И вообще, в принципе, эта электронная библиотека так себе. Не согласен. Мне крайне зашло. Назовите, какие есть альтернативные варианты, у которых именно в фирменном приложении есть встроенная читалка с ночным режимом, с настройками шрифта, размера, чтобы глаза не болели ваши, чтобы это приложение беспокоилось. А также для меня было открытием, если зайти в магазин Литрес и найти раздел бесплатных книг. Их здесь 32 тысячи. 32 тысячи бесплатных книг. Да с ума сойти. Здесь даже промокоды, про которые я вам тут втираю весь этот ролик, не нужны. Здесь реально есть, что почитать. И огромное количество книг с высоким рейтингом и большим количеством отзывов. Например, вот Стивен Кинг Лори. 13 тысяч 232 человек проголосовало. И рейтинг этой книги 4,6. Однозначно стоит почитать. В общем, на этом все. Все, знали бы вы, как сложно записывать ролик после такой длительной паузы. Но, надеюсь, я вернусь. Очередной раз. Полтора года возвращаюсь. Хе. Надо исправляться. Все. Как и всегда, крепкого здоровья, отличного настроения. Скоро мы с вами увидимся. Не забывайте заглядывать в группу ВКонтакте. Там буду собирать некий хэви фрейм в Вики. Также не забывайте, кто любит пользоваться сервисами Яндекса, есть канал Яндекс.Дзен. Туда тоже будут выкладываться статьи. И, скорее всего, они там будут появляться быстрее, чем ролики на Ютубе. Потому что напечатать, оформить и выложить намного проще и быстрее, чем прочитать сценарий. Записать огромное количество дублей. Потом это все смонтировать. Пост-продакшн. Потом написать для себя ключевые слова, теги, выложить на Ютуб. Опубликовать в нужное время, в нужный день, в нужном месте. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok